Привет, ребята! Это Madcore и курс ControlPaint.com. И сегодня мы продолжим говорить об использовании в работе пользовательских кистей. И в этот раз я буду использовать совершенно иной подход. В прошлом видео мы говорили о форме. Мы использовали кисть, чтобы создать силуэт. На этом примере, как видите, форма довольно проста. Но тона внутри перехода от светлого к темному куда сложнее. Это уже полноценная текстура. Для создания этого эффекта я использовал вот эту кисть. И работа была совсем не из простых, так как у этой кисти, как вы могли заметить, очень сложная форма. Вот пример работы с этой кистью. Управлять ей очень сложно. А уж нарисовать прямой и ровный край такой кистью задача не из легких. И это пример того, как можно использовать пользовательские кисти для наложения. Вот тут, как видите, у меня есть основная форма, созданная обычной кистью. Я использовал жесткую круглую кисть, а затем стер ненужные элементы. И чтобы создать структуру поверхности, я создам новый слой. И затем выберу слой создать клипировочную маску. Layer Create Clipping Mask. И теперь во время работы этой лохматой кистью мои маски не выйдут за пределы контура. Поэтому я могу рисовать сколько угодно. Я все равно ограничен областью моего объекта. Вот так работает клипирующая маска. Так я могу контролировать кисть. И так я объединяю в работе преимущества двух функций. Внутри объекта я создаю полигаторную текстуру. И вместе с тем границы объекта остаются ровными и точными. Как вы видите, если отключить маску, то во время работы я вышел далеко за границей объекта. Но если включить маску обратно, то моих помарок не видно. Вот тут у меня нарисован металлический шлем с кожаными лямками. Давайте посмотрим. И это отличная возможность попрактиковаться в наложении текстур. Так как объект состоит из двух совершенно разных материалов, отмечу, что кожаные лямки расположены на отдельном слое. Поэтому я могу создать новый слой, создать клипирующую маску и затем нанести на эффект световых бликов. И для этого я буду использовать свою пользовательскую кисть. Но благодаря тому, как отработает клипирующая сетка, мне не нужно бояться, что я выйду за пределы этих лямок. Поэтому я могу свободно работать с текстурой, накладывая, стирая ее по своему желанию. И я могу не бояться, что выйду за границы линий. Я могу объединить все слои с металлическими элементами вместе. И могу создать клипирующую маску для всего шлема. Нанести эффект обветшалости на весь объект. Я делаю объект немного более старым и потрепанным на вид. Но при этом все равно я могу не беспокоиться о том, что выйду за границы линий. Пусть даже в моей кисти используется случайные значения. И все благодаря маске, которая позволяет определить края формы. Итак, чтобы использовать пользовательские кисти по-разному, помните о том, что их можно использовать для множества различных целей. Например, для создания формы или для наложения текстуры. Если использовать абстрактный подход, то для пользовательских кистей можно найти множество интересных решений. И если вы никогда не создавали свою собственную кисть, то вы даже не представляете, как много интересного вы упустили. Поэтому я советую вам посмотреть серию занятий Custom Brush Design, которая очень скоро станет доступна в магазине controlpaint.com. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok